Август начал обратный отсчет, а подготовка школ к новому учебному году вышла на финишную прямую. Фактически все образовательные учреждения распахнуть с двери уже готовы. Светлана Павловна Токарева в должности директора гимназию номер 2 к 1 сентября подготовила уже в 25 раз. Она руководит одним из лучших учреждений Великого Новгорода с самого его основания. Испытывать легкий трепет перед дверью кабинета директора свойственно всякому, кого не миновала школьная жизнь, полная шалости и приключений. Но к директору Светлане Токаревой учеников 2-й гимназии чаще всего вызывает по другим радостным поводам. Для награждения, то есть если ребята заняли какие-то места призовые, то есть это и спортсмены, это и ребята, которые в Олимпиадах участвуют, поэтому к Светлане Павловне ходят в кабинет не только ученики, которые делают что-то плохое, скажем так. А хороших поводов немало. Последние несколько лет учреждение прочно занимает первые места в негласном образовательном рейтинге и пользуется заслуженной популярностью у детей и родителей. Немалая заслуга в этом бессменного руководителя, директора с 25-летним стажем. Думается, что профессия педагога – это такая очень лёгкая профессия, когда ты пришёл, и вот все сразу, ну так, тебя поняли, вдохновили, стали делать всё, что ты захотел делать. Так не получается. Раскрывать все секреты своего длительного успеха педагог не спешит. Главное, говорит, дать свободу самовыражения как учителю, так и ученику. Представили органы самоуправления ученические, потому что сегодня это очень затребовано детьми, и очень много мероприятий дети готовят сами. Например, танцевальный конкурс, например, день гимназии, например, 1 сентября сейчас старшеклассники готовят. Привлечь к творческому процессу удалось даже родителей. Настоящим сюрпризом для педагогов стала серия картин, подаренная одним из пап кабинету литературы. Практически художественная шпаргалка, конечно, для тех, кто знает, как её прочитать. Вот художник, в седьмом классе его ребёнок сейчас учится, вот сочинил вот такие сюжеты, которые касаются какого-то автора. Вот и Фёдор Достоевский, вот и Гоголь. Четверть века, отданные директором родной гимназии, прочно вошли в её жизнь, проросли корнями, как деревца в школьном дворе, что зеленеет в память о её муже, ушедшем из жизни преподавателя физики Александре Токареве. Таких саженцев у школы уже несколько. С 25 лет немалый срок, учителя уходят. Но больше других, тех, что сажает каждый школьный выпуск, благодарны своим учителям и бессменному директору. Продолжение следует...